В Москву из Абакана доставили двух тяжело больных детей-сирот. В НИИ педиатрии, их ждут операции на мозге, в которых оба ребёнка срочно нуждаются. Въезд столичных врачей в региональные интернаты и отправку у сирот со сложными диагнозами в московские клиники организует благотворительный фонд. О том, как спасают жизни и меняют судьбы, Татьяна Проскурякова. Рейс из Абакана с напряжением ожидала бригада реаниматологов. Среди пассажиров два тяжело больных ребёнка. Двухлетняя Вероника и шестилетний Матвей. Их сопровождали врачи. Были опасения, что малыши тяжело перенесут перелёт. Но и ждать больше нельзя. Обоим срочно требуется операция. К счастью, во время путешествия проблем не возникло. Он полдороги молчал. Потом у нас захотелось мероприятий таких. Он у нас музыку очень слушать любит. И замолчал. И всё, покормили. Матвей и Вероника — отказники. Живут в интернате. Его обоих гидроцефалия. При этом диагнозе в голове скапливается жидкость, давливая мозг и сосуды. Повышается внутричерепное давление. И нейроны постепенно отмирают. Остановить этот процесс можно, если вовремя поставить шунт, который выводит жидкость. Веронике такую процедуру провели после рождения. Но выбрали неправильный диаметр трубочки. Теперь нужна повторная операция. Заранее практически невозможно определить, какой конкретный шунт подойдёт данному конкретному ребёнку. Поэтому мы всем детям, которых мы оперируем по поводу гидроцефалия, у нас порядка 300 таких операций в год, мы устанавливаем программируемые шунты. И в дальнейшем мы можем уже без повторных операций практически как краном увеличивать и уменьшать отток жидкости. Таким образом подбирать оптимальные параметры для каждого конкретного ребёнка. Прогнозы хорошие. Есть вероятность, что после нормализации внутричерепного давления Вероника начнёт нормально развиваться и научится ходить. Ситуация с Матвеем сложнее. Операция нужна была в первые месяцы жизни. Но врачи в Хакасии решили, что ребёнок её не перенесёт. Когда он к нам поступил, ему было 8 месяцев, мы так переживали за прогноз, за это. Но вот уже 6 лет он у нас находится. Ну и, наверное, благодаря тому уходу, который мы осуществляем, его жизнь продляется. Первый полноценный осмотр нейрохирурга был лишь в 4 года. И до этой минуты никогда не делали МРТ. Только в Москве врачи узнали, что у мальчика в голове. Кора, скажем так, да, вещество головного мозга представлено в основном в лобных и височных долях. Конечно, оно компрессировано за счёт ликвара. Оно сдавлено ликваром. В институте педиатрии Минивельтищева уверены, помочь ребёнку можно. Операция бесплатная. Расходы на перевозку детей и уход взял на себя фонд «Дорога жизни». Его сотрудники организуют выезды врачей лучших московских клиник в региональные интернаты. Таких детей обычно в интернатах проживает порядка 150. И в интернатах нет, к сожалению, медицинской помощи в полной объёме. То есть нет часто штатного медицинского какого-то специалиста. Приходящие доктора, которым прикреплён данный интернат, приходят в силу своей загруженности. Крайне редко они просто не в состоянии отследить ту динамику, которая есть у детей. Столичные врачи провели уже 130 таких операций. 40 детей после реабилитации не вернулись в интернат, а нашли приёмную семью. Татьяна Проскурякова, Геннадий Италочкин, Сергей Ванилович, Вести. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова